Второе послание считается последним посланием апостола Павла. Пишет он из тюрьмы, прощается с любым учеником. Я вам уже в прошлый раз говорил, как важно иметь хороших близких друзей. Это раскрывает того, с кем ты дружишь, и какие-то сокровенные тайны говоришь тому человеку. Даже целым общинам Бог не открыл через Павла то, что одному Тимофею. Он так близок был ему, и он как любезному сыну наказывал и наказывал, как мать Ефросиния Клименту Анкирскому. Умирая целый день, просила его стать мучеником за Христа. И апостол Павел говорит, напоминаю тебе, какие будут времена впереди. Знаешь же сейчас, Тимофей, что в последние дни наступят времена тяжкие? Две тысячи лет. За две тысячи лет человечество никак лучше не стало, потому что весь человеческий, все человеческое сообщество, мир называется полем. А на поле пшеница и плевела. Ближе к осени пшеница вызревает, но вызревает и сорняк. Иногда приходится слышать, а какие праведники будут больше? Первые или последние? Последние. Последние праведники будут больше, выше. Потому что изощрение будет, гонение, соблазны. Все люди не знали, что сейчас мы видим. Но и грешники будут, таких, каких никогда не было. Люди будут страшно самолюбивы. И он перечисляет, дает характеристику людей, какие будут гордые, надменные, родителям непокоривые. И все это потому, что эти люди не знают Христа. А что же делать в этом обществе? Таковых удаляйся. Тебе никогда не научиться вот этих людей всех обращать, останавливать, чтобы они это не делали. Игнатий Бринчанинов это быстро понял. Он говорит, ты не пытайся сейчас остановить нечесть этой рукой. Тебя этот поток просто сметет. Иногда говорят, а почему вы не уступаете в печати? Выступаем. Вы видите, как поповские круги на меня злятся за то, что говорю, что неправильно крестят. Ну, крещение-то нет, обман. За то, что идут не по Писанию, отступают. Он говорит, я ведь ничего не меняю в церкви. Я просто говорю открытым оком, смотрите на все. Я не против. Вот Серафим Саровский, я ему каждый день молюсь. Но жизнь его, я говорю, она не по Писанию была. Не в мир пошел, а от мира спрятался. Я вот что говорю. Что разум нужно настроить на ту волну, на которую бы Бог настраивал первого человека. Чтобы мы научились мысли теми категориями, по каким Бог будет судить человека. Сегодня мы будем думать, что я угодил Серафиму Саровскому, угодил Оптинскому Анатолию, а Господь придет и, может быть, скажет, а я их никогда не знал. Это кто такие? Это мы считаем, что он святой, пресвятой, всесвятой. Запомните, что это человеческая мерка. Почему? Голосованием. Кому-то видение юродивое было. Решили канонизировать Серафима Саровского. Собирается Синод. Все до одного архиерея против. Так все, они не святые или еще? Почему против-то? Тогда царю указан, приказываю, а они все под пятой были. Все канонизировали. Серафима-то ведь не просто так канонизировали. Давлением царской власти. Указ сверху. Путин дал бы сейчас и сказал, канонизируйте Жукова. Ну и куда делся? Завтра канонизируйте Сенина. Вот только другая власть. А на самом-то деле то же самое. Власть. Власть много, значит. А мы должны помнить, что над нами есть иное. И поэтому времена называются тяжкие. Большое давление, много соблазнов. И трудно устоять. Будут люди такие, всегда учащиеся. И никогда не могучие дойти до познания истины. Заканчивают школу. Десять лет. Одиннадцать сделали. Семинария четыре года. Пять. В институте было пять, сейчас делается семь. В медицинском. Академия. Генеральный штаб. Всю жизнь учатся. Да мало того, по три, даже по пять университетов заканчивают. Как испанский король. Пока пять университетов не кончит, не будет королем. Всегда учащихся, никогда не могущих дойти до познания истины. Истину познают не институтами, внутренним голосом Духа Святого. Вот спрашивают, то ли я родился, то ли я не родился, свыше была встреча со Христом или нет. Вот это означает обрыв от той жизни. Вот этот момент ты тут и ищи. Ты можешь ошибиться в минутах только, даже не в часах. У тебя все переменилось. Что было слева, переместилось направо. Что любил, то ненавидишь. К чему даже не прилежание было, ухватился. Все время прислушиваться будешь, это голос Божий. Читает что-то, душа не лежит. А к или Библии душа мгновенная, говорит, он. Голос возлюбленного жениха. У возрожденной души навык к пастырю своему. Даже он еще ничего не знает, даже еще не читал сразу. Мне говорят, а почему ты обращаешься к себе, к опыту, а к кому? Зачем я буду обращаться к тому, что я не пережил? Я знаю, как Павел обратился, как апостолы, и как меня Господь коснулся. Я сразу ему сказали, что то, где я выписывал по строчке, теперь все я получил в Евангелии. Внутренний голос, никакого не было. Совесть моя, так скажу. Сказал, это то самое, за чем ты охотился. Тебе выписывать не надо, здесь все божественно. Мне никто этого не говорит. Я один в комнате сижу, мне дали книгу первый раз. Вся внутренность отгрогнулась. Что это за книга? Я буквально затрепетал весь, что душа услышала. Вздохнула. Господь поманул, и я бросился ему навстречу. Итак, эти люди как будут, которые противятся? Они будут противиться истине. Вот как их определять будут. С кем тяжко будет? Истине. Ты хочешь убедиться? А посмотри, как ведут себя священники сейчас. Они лгут непрерывно. Просто лгут. Вы еще не совсем сталкивались. Они что-то обещают, не делают. Занятия библейские по изучению нигде нет. Сначала спевки, год, второй все спевки. А мы изучаем. Ну-ка, изучайте. Ну, нам обещали, что будут изучать. Так изучаете или будете? Ну, нам сказали, что изучаем. А какой урок был? Спевка. Значит, совсем глупый или что ли? Закон Божий. Библию изучать. Открывать и называть глава стих. Вот что. Сидели у ног Христа. А Христос Слово, сошедшее с небес. И Слово Его вливалось в море. Она забыла все. Забыла о кухне, на которой была не хуже Марфа. Это слезы родные были. Она тоже была мастерица. Забыла. Я опять обращаюсь к своему опыту. Я на работе. Узнал, кто рядом живет близкие верующие. И как только час отдыха, я бежал к ним. Бежал, садиться негде. Я ложился на пол и читал Библию. На полу. У них очень стесненная была обстановка. А потом меня спрашивает хозяйка. А ты обедал? Мне 23 года. Память не отбита еще. Я не мог припомнить, обедал я или не обедал. Вот такое было состояние. Я не знал. Я все думаю, работает сейчас. Вот я приду домой. Как я открою Слово Божие? На чем я остановился? А как там дальше? И это место десятки раз пересматриваю, почему Бог коснулся сердца. Душа начала возрастать. Ребенок закричал, дайте пищу. Он родился. Мертвый ничего. Нет, его бьют по щекам, он мертвый родился. Мертворожденный, выкидышный, не видевшийся. Вот ты себя по этим моментам определи, так это было или нет. И Павел в три дня сидит, ничего не видит, а душой он перебирает всю прошлую жизнь. Все, все не то. И ревновал не по рассуждению. И диплом был, погибельный диплом. И друзья были, смертельно опасные друзья. Что же я делал? Страв, да, действительно, навел. Ведение Анании трепещет. Господи, ты знаешь, сколько зла сделал Анания. Иди, он уже не тот. Я уже избрал его. Любовы, он самолюбивый, люди. И Анания это знал. Вот Павел один из тех был. Но обратился. Теперь он сам всему миру покажет, что ожидает людей, которые знают Бога. И так, они противятся истине. Потому что развращенные умом невежды в вере. Да как он же священник, он же епископ, невежда в вере. Он может знать все. Но если не знает Евангелие, Библию, он невежда в вере. Притом и события-то нужно разбирать. На меня очень большие нападки за то, что я смотрю неординарно на те же самые события. Я ничего не отрицаю. Посты соблюдаю. Но я говорю, не было их. Понимаете, я не балбешка деревянная. Это у меня мозги есть. Я читаю труды и вижу, не было первый, второй, третий, четвертый, пятый появился пост. От кого я спрашиваю? Не могут. Кое-кое как нашли из Сенайской пустыни. Кто придумал? Я дальше иду. Монах сидит. И сумели так переломить обстановку, вели Петров пост. Но не было его. Да просто это что? Люди погибали? Не знали? Да что они не нужны? Не нужны. А как ты строжайше исполнять, пока не отменят соборно? Потому что я православный. Ничего двойственного не должно быть в человеке. Но умом моим я буду рассуждать. Да ты сеешь семена раздора. Моя задача в этом и состоит. Но не раздора сеять, а мышление. И здесь эти люди, которые не знают невежды в вере, немного успеют. И безумие обнаружится перед всеми. Вот это безумие обнаружилось безумием. Люди стали отпадать от церкви, искать. Еще худшую яму попали в секты, но только чтобы там не быть. Почему невежды в вере? Сектанты все до одного более просвещены в своей вере. Милош Кратохвилл, чех, пишет, что когда через сто лет проезжал кардинал по Чехии, по гусисткой Чехии, где гус потрудился, через сто лет, и говорит, средняя чешская женщина знает Библию лучше, чем средний итальянский священник. Потому что Библию перевел на родной чешский язык. Я посмотрел, Библия что говорит о временах тяжких? Всего лишь один раз встречается это слово у Даниила, 12 глав, 1 стих. Наступят времена тяжкие, как их не было с тех пор, как существуют люди. Речь идет о трех с половиной годах царства Антихриста. Той креатуры, того мессии, которому масоны приготовляют воцарение над миром. С добрыми мыслями навести порядок, лишних едоков умертвить, оставить не больше трех миллиардов на земле, чтобы нормальная была жизнь, ни воров, ни беззаконников не будет. Но мысль-то хорошая, если человек, штатное животное, в общем-то так, но мы знаем, кто это будет. Это будет изверг, каких мир не знал. Вот это будут настоящие, по-настоящему времена тяжкие. Спрашивают, а сегодня тяжкие времена для тех, кто имеет детей? Я вот смотрю, которые имеют дети. Вы понимаете или нет, что заводя детей, вы сегодня уже должны урезать свой сон. Все. Нигде лишний не появляется. Заботьтесь о внутреннем духовном состоянии. Чтобы разговоры ваши были не у телевизора. Чтобы дети были духовно стойкие. Чтобы эти ваши отпрыски, они устояли посреди такого развращенного людя. В книге Исход 23.7 начинается первое пояснение, когда Павел говорит, удаляйся от таковых. Не входите в сообщество, домой не приглашайте, дружбу не заводите, по ручке не здоровайтесь. Ну удаляйтесь от них. Не берите в руки ничего, не пейте, не ешьте, не надо, к ним не заходите. Насилье будет совершено. Вот говорится, Исход 23.7 Удаляйся от неправды. Вот теперь мы поняли уже, где это неправда, там всюду неправда. Где почувствовал, неправильно толкует Писание, отойди. Где видишь, по неправде рассуждает и льстит кто-то, льстивый человек. По неправде отойди. Удаляйся отсюда неправды. Неправда, ты видишь во взаимоотношениях. Отойди пока. Помолись. Притча Соломона, 3 глава, 7 стих. Не будь мудрецом в глазах твоих, но бойся Господа и удаляйся от зла. А зло и добро, это противоположно. Если ты знаешь, что добро, то зло напротив. Что есть? Срезвым быть хорошо. Хорошо. Напротив пьянство. Пьянство, наркотики, табак, все, что мучит мозги. Все. И любое дело. Так рассуждай. Есть такое нейтральное состояние. Бедность, богатство нельзя определить. Хорошее или плохое это. Зависимо от того, как ты пользуешься. А вот определенное состояние, измена в семье, все это дурно. Это плохо. Абор делать это плохо. Ну все остальное. Подобное. В первом послании Тимофея 6.5 Бывают пустые споры. Думают эти люди, что благочестие служит для прибытка. Вы потому стали верующие, что вам помогает Америка долларами. Мне не раз говорили. Написано удаляйся от таковых. Не разговаривай с такими людьми. Они думают, что благочестие, за то, что я не пью, не курю, для того, чтобы быть богатым. Ну конечно, у тебя больше средств при тебе. Отойди от них. Удаляйся. Мы смотрим. Павел говорит, удаляйся. А мы по Библии просмотрим. От кодов удаляйся. Сит 3.9 Спора по закону удаляйся. Как? Вот начинает. При их саробряцем у них ни о чем спора нет. А сразу так пальцы ставить или так. Это плохо. А вот два пальца, это хорошо. И на иконе нарисован Христос так благословлял, удаляя с земли. Никогда не спорь на это. Ты так понимаешь это. У нас некоторые молятся два, некоторые три. Может быть кто-то один молится, а может пять молится. Я думаю запрета не будет на это. Потому что в церкви были такие моменты. Златоуст говорит, одним перстом молились. Златоуст говорит, удаляйся от таких. Притча Соломона 22.5 Терны и сети на путях грешника. Удаляйся от них. Иначе проколешься. Экклесиаз 11.10 И кое-что мы должны удалять от себя. Сами понимать. Оно уже проникло в сердце. А его надо удалять. Что именно? Удаляй печаль от сердца твоего. Что бы ни было. Даже потеря родного, близкого. Нам не запрещается и поплакать. Ну ты посмотри маленько дальше. Где этот человек? Удаляй эту печаль. Печаль ничего не дает. Она сушит кости. Печаль о Боге возвышает душу. Сколько лет, а какой я верующий. Ведь это горе мне. Я никак не двигаюсь. Духовный нерасту и печалится. Это полезная печаль. Игорь 6, 11 глава, 4 стих. Я решил посмотреть, что же написано, их беззаконие обнаружится. А в чем это беззаконие? Были между ними пришельцы, которые стали обнаруживать прихоти. Требовать мяса по душе своей. У нас, которые люди отпали, большая часть были люди, которые стали исполнять прихоти. Что-то им не додали. Им не хватает здесь для духовной жизни. Требовать больше. Каждый день надо посещать. Вы не успели захватить? А некоторые знают старые. Где они? Да нигде кончились полностью. Сначала пошли к католикам. Потом еще куда-то сейчас полностью ушли в мир. Детей потеряли, дети все мирские. Прихоти удаляйся. Потому что обнаружилось подобное, сразу отойди. Исход 44, 25. Если заметили, что человек при болезнях обращается к шапунам, к волшебникам, к экстрасенсам, такими словами говорит, а ты обнаружил таких, и среди вас такие живут, сразу же удаляйся от них. Хотя бы тело разваливалось на части болей, никогда не обращайся. У нас два врача, священник и врач поликлиника. Лука 8, 17. Говорится, что их безумие обнаружится. Почему? Нет ничего тайного, что не обнаружилось бы. Тайно делает. Проходит какое-то время, начинает обнаруживаться. Вот у нас было некоторое, там то хной волосы красили, то еще что-то пользовались, подстригает, подбивает. Рано или поздно достанет из леса. Не надо этого делать. Бог сотворил человека совершенным. Этого достаточно нам. Кремленам 7, 5. Страсти обнаруживается законом. У нас есть закон. Если бы не законно, мы не знали. Не было устава церковного, мы бы не знали, правильно или неправильно поступаем. У нас это все выяснилось и все это обнаруживают в нас конкретно. 1 Коринфян 14, 25. Лучше всего обнаруживается всякое нечестие в человеке через проповедь. Когда Слово Божие на первом месте. Если кто-то к нам снаружи придет, незнакомый, на занятия, и будет он слушать, и он будет обличать себя. И таким образом тайны сердца его обнаружатся, и он падет вниз, поклонится и скажет истина, с вами Бог. Вот сейчас пишут, свидетельствуют, мне не один там, прям написано, мы, говорят, шли на первое занятие, думали задать вопрос, и только двери открывая, вы на нас посмотрели и говорите, прям на наш вопрос. Притом не один, разные люди. А разные вопросы, я стал их спрашивать, совершенно разные. Зашли двое муж с женой, или там совсем вопрос у них необычный был. И мы заходим, мы прям на этот вопрос, как вы могли знать? Я говорю, а кто-то я мог знать? Тайны сердца Бог обнаруживает. Я никакой роли здесь не играю, это мог осел сказать. Ефесянам 5.13 Все же обнаруживаемое делается явным от света, и само есть свет. Поэтому никогда не проходите мимо, когда видите подобное, что совершается, что людей отвлекает от чего-то, обнаружь свидетельством истины. А то, что обнаружится, ты по слову Божию покажи ему. Эта тьма развеется. Сирахов 15.7 говорит так. Есть люди, которые постоянно делают зло, а если делают добро, то забывчивости, а после обнаруживают зло свое, обнаруживаются самой жизнью. У нас, чтобы всегда было, если обнаруживается зло, бывает, подошел гнев, сказал не так, то только случайное. А все остальное было действительно настоящее, доброе. И вот этот наказ апостола Павла Пимофея, он достиг и до нас. Времена тяжкие, потому что всюду везде безнравственность, насаждение в школе, разврата, телевидение. А каким образом? В Москве я знаю, которые люди, не пуская детей, дома учат, организуют, как потеряющие школы, сами свои, сдают государственные экзамены. А в университет, тогда как? Он уже окреп, он уже не участвует с ними вместе. Он пришел учиться, учится хорошо, получает повышенную стипендию, а теперь в армии, ты знаешь, что в армии было? Тебя все равно заставят в комсомол вступить. Мне говорили, ты уж там не открутишься. Да там в армии, знаешь как, отслужил и не вступил. Уперся и все. А ты знаешь, тебя сукачом сделают. Не сделали. И даже покутки никакой не было. Почему? Господь укрепляет. Если мы будем укреплять детей с малых лет, чтобы они в худое сообщество не тащились, телевизору не пялились, компьютерной игры в доме не были, ничего они нигде не давили, научите, чтобы ребенок к телефону никогда не подходил. Никогда. Только кричал, там звонит звонок, баба, беги. Иначе много у вас порченного будет в семье. Тогда сможем сохранить. Благословен Господь, даровавший нам великих учителей, как апостол Павел и славный его последователь Тимофей. Аминь.